Сибирь в дыму от горящих лесов. Как это скажется на экологии, здоровье человека и животных? Дышать дымом от лесных пожаров и костров опасно, особенно длительное время. Обязательно надо одевать респираторы, которые задерживают частицы PM2,5. Такие болезни, как ишемическая болезнь сердца, инсульт, диабет, хоббл, рак легких, инфекции нижних дыхательных путей, которые связаны с загрязнением воздуха, вызовут всплеск обострений и на 20-40% увеличат смертность на территории, где народ дышит этим газом. Частицы PM2,5, PM5, прихватив себя органические загрязнители, могут пролететь в атмосфере тысячи километров, приземлиться в любом месте, попадая в легкие человека, в кровоток, в клетку, повреждая ДНК и вызывая опасные заболевания, в том числе и для потомства, как человека, так и животных, у которых будут отдаленные последствия в виде физических, нервных и психических отклонений. Ну, о том, что горит древесина. Фотосинтезирующие организмы содержат пигменты, способные поглощать энергию видимого света, запуская тем самым химические реакции фотосинтеза. Фотомасса на Земле, фитомасса, образована за счет протекания процесса фотосинтеза, основополагающих в образовании лигноуглодородного комплекса, из которых сформирована основная часть ткани растений. Химический состав и их химическая энергия, созданная фотосинтезом при низких температурах и давлениях из СО2, воды и энергии с Солнца, ну, безвредных, в кавычках, растительных полимеров дерева, а с последующим образовавшись во Земле из растительных остатков торфа, угля, нефти, это биогенная теория, при окислении, горении, температуре горения, соответствующего количеству окислителя и химических реакций процессов, определяет состав веществ в дымовых газах. Древесное вещество, состоящее из целлюлоза, гемоцеллюлоза и лигнина, связанных между собой химическими связями и межмолекулярным взаимодействием, образует единый лигноуглеводородный комплекс, представляющий собой подобие твердого раствора, формирующего физическую структуру древесины. Сухая древесина в среднем содержит 49% углерода, 44% кислорода, 6% водорода, 0,1-0,3% азота. При сжигании древесины остается ее неорганическая часть, 0,2-1,7% зола. В состав золы входят кальций, калий, натрий, магний и другие элементы. Все компоненты лигноуглеводородного комплекса древесины являются высокомолекулярными соединениями. Целлюлоза является стереолигуриатным биополимером. Гимма целлюлоза относится к биополимерам нерегулярного строения, которые связаны с видовой принадлежностью древесного вещества. Лигнины – высокомолекулярные соединения, в которых нет закономерного чередования структурных единиц макромолекули древесины. Древесина является вознобновляемым источником энергии. То есть энергия есть откуда черпать. Свойства древесины при горении. Хотелось бы, чтобы понимали, почему дышать дымом опасно. При нагревании составные части древесины, целлюлозы, лигнины, гемоцеллюлозы и воды до температуры самовоспламенения превращается в смесь газообразных, первоочально образующихся продуктов пиролиза. То есть, когда до того, как происходит самовоспламенение дерева, вначале происходит пиролиз. То есть, превращение без доступа к кислороду. Гемоцеллюлоза превращается в фенолы, спирты, карбосильные соединения, карбонильные соединения и карбоновую кислоту. Углеводородная часть древесины, целлюлоза и гемоцеллюлоза, температура начального распада 240-280 градусов. Происходит гидролиз, палисахаридов, в дальнейшем под влиянием более высокой температуры и органических кислот. Из промежуточных продуктов термического разложения целлюлоза основным является левоглюкозан. В результате окислительных реакций из левоглюкозана образуется вода, углекислый газ, метан, этилен, ацетон, уксусная кислота, смола и другие органические вещества. Аналогично распадается гемоцеллюлоза, состоящая из остатков пентозов, пентозанов и гексазанов. Из пентозанов образуются пентозы, из пентозы образуются фуфрозолы, фураны, муравьиная кислота и гуминовые вещества. Из лигнина температура его термического, химического распада около 350 градусов образуется парогазовая смесь, состоящая из углеводородов, СО2, СО, а также паров метилового спирта, ацетон, уксусной кислоты, смола и других органических соединений. Смола, образующая из лигзина, состоит из фенольных соединений типа простых метиловых эфиров, моно- и диметиловых эфиров, пироголола и гомологов, их эфиров, двухатомнофенолов. В лигниновой смоле также содержатся эвгенол, пирокотехин, фенол, гвиакол, креозол, бензол, бензопирен, винил, гвиакол, анисовая кислота. Вот как раз я перечислял вещества, которые при копчении в дыму, они придают вкусовые качества копчению, в том числе обеспечивают с одной рыбки, например, недельную норму бензопирена. В процессе образования дымовых газов непрерывно происходят химические реакции. Процессы циклилизации, полимеризации и дегидрации с образованием, разложением и последующим окислением входящих в состав химических соединений. Ну что же человек вдыхает от дыма этого? Ну и другие живые существа и растения. Выбросы с дымовыми газами от сгорания древесины представляют собой сложную дисперсную систему аэрозолей и суспензий, формируемую газами, мелкодисперсными твердыми и жидкими частицами продукта сгорания, не более обычно ПМ-2,5, которые постоянно находясь во взвешенном состоянии в газообразной фарме, не оседают под силой тяжести. Компоненты, входящие в состав дымовых газов, образующиеся при сжигании древесины, частицы, компоненты основные, это ПМ-2,5, сажистый углерод, органические углероды, газообразные загрязнительные воздуха, ЦО, НОХ, ЛОС, ПАО, карбодовые кислоты, спирты, ароматические и другие соединения, фенолы, то есть весь набор химических веществ, которые образуются в процессе горения древесины. И повторю, все это улетает на тысяч километров, так же, как дым Якутии накрыл сейчас Красноярск. Будьте осторожны. Жарков.